Глава Нера, часть первая. Нера в своем гараже, не покладая рук, пытается починить Красную Королеву, которая не работает должным образом. Он игриво общается с мечом и спрашивает, не обиделась ли она на что. В это время сирота по имени Хулио, убираясь в гараже, говорит, что снаружи на улице странная женщина. Нера интересуется, чего же в ней такого странного, что об этом стоит говорить. Может, у нее три глаза и нет носа? А что Хулио отвечает, что внешность у нее самая обыкновенная, а вот то, что она ищет его, уже настораживает. После событий, произошедших по вине Ордена Меча, Нера осторожно относится к незнакомцам, в частности к репортерам и писателям, что приезжают в город за подробностями о Белом Гиганте. Хулио говорит, что у женщины смуглая кожа и она носит очки. Нера по ошибке посчитал, что эта женщина – Глория и решает уточнить, какого цвета у нее волосы, не седые ли они. Хулио говорит, что у нее черные вьющиеся волосы. Ника услышала это и не оставила без внимания закричав «Это у кого черные вьющиеся волосы? Тупой ты ребенок!» и появляется на пороге гаража. После чего Хулио указывает пальцем на нее. «Вообще-то это неприлично, сопляк!» – говорит ему Ника. Хулио обычно отвечал на подобные выпады, но Нера велел ему идти Кири с очень серьезным лицом, поэтому он слушается его неукоснительно. Скрывая руку, Нера интересуется у женщины, какие дела привели ее сюда. Попутно думая о том, что демон внутри него – это его сильнейшее оружие, которое теперь он в любой момент готов использовать ради защиты родных. Хотя были времена, когда от одного только вида руки его выворачивало. Предплечье чутко реагирует на присутствие демонов, но сейчас оно спит. Следовательно, это женщина-человек, либо демон с крайне малым запасом сил. Наконец, Ника решила убедиться, что перед ней тот самый Нера, но он обрывает ее на полусловие и настаивает на том, чтобы она потушила сигарету, прежде чем задавать какие-либо вопросы. Потому что он ненавидит, когда в его присутствии курит. К тому же гараж полон горючих веществ. Ника в ответ укорительным тоном говорит о том, что он должен приберечь свои лекции для сопляка, что обсуждал ее за глаза. Нера возмущен ее грубостью и, сдерживая себя, повторяет просьбу. В противном случае она может идти прочь. Женщина роняет сигарету на пол и тушит ее подошву ботинка, приговаривая «Так, сойдет некурящий мальчик». У Нера складывается не самое лучшее первое впечатление Ника. Он считает ее крайне неприятной женщиной. Несмотря на то, что они плюс-минус одного возраста, даже может оказаться, что Ника немного моложе его, ее речь и жесты говорят об обратном, словно она значительно старше и мудрее него. Как сэмпай. Ника, заходя в гараж, поднимает руки, словно показывает, что она беззащитна. При этом говоря, мол, не собирается ли он бить хрупкую женщину, чтобы еще больше подколоть его. Подойдя к нему достаточно близко, она замечает его демоническую руку, и это насторожило молодого охотника. Но к его удивлению она устроилась в углу на коробках и решила спросить, неужели он стесняется этого? Ведь это не более, чем проявление того, кем он отчасти является. После чего представляется как Николета Гольдштейн и говорит, что хочет попросить Нера об одолжении. Ника ищет пропавшие исследовательские документы Ордена Меча. Ее единственный шанс на успех в этом деле – это выжившие члены Ордена, даже бывшие как Нера. Во время разговора он пристально наблюдает за ней и отмечает, что в ее взгляде напрочь отсутствует злоба, а вместо нее он видит детское любопытство. Нера решает узнать о том, как Николета узнала об Ордене и следующем демонов, поскольку это конфиденциальная информация. Ответ его более чем удовлетворил, она сказала, что получала информацию от разных источников, как от охотников на демонов, так и от вечно курящей, любящей сплетни старой леди. Нера ловит себя на мысли, что Ника – первый человек за все это время, который нашел его и имеет подлинную связь с демонами и прочей нечистью, кроме этих длинных журналистов, естественно. Но он все же решает отказать ей в просьбе помочь отыскать документы. Получив отказ, Ника не уходит, вместо этого она спрашивает о том, как сейчас Агнус. Нера удивлен данным вопросом, но все же отвечает ей, что он был убит. Не без печали в глазах Ника говорит, что слышал об этом слухе. Тогда Нера спрашивает, откуда она знает этого муденя, и из ответа становится ясно, что он ее биологический отец. Нера безусловно удивлен, и в момент очередного «ты его дочь?» Ника замечает Красную Королеву и берет ее в руки. Нера недоволен ее поступком и вновь начинает ругать, говоря, что она не должна трогать его без разрешения. Ника, осматривая меч, так сильно изумлена его дизайном, что от волнений начинает заикаться, прям как отец. Попытки Нера вырвать у нее меч из рук не увенчались успехом. В конце концов, он замечает, что Ника не просто рассматривает ее, а изучает. Ему на радость она быстро определяет причину поломки Красной Королевы и начинает ее ремонтировать. Конечно, попутно читая лекцию Нера, называя его идиотом и напоминая, что необходимо вовремя проводить их обслуживание меча. Пока он наблюдает за ней, многое начало сходиться, и мысль о том, что она, дочь Агнуса, ему уже не казалась безумной. Ведь они оба разделяют эту любовь и страсть к исследованиям, и даже имеют схожий цвет кожи. Ника наконец подчинил ее и спрашивает у королевы. Эй, детка, как твои дела? Поворачивая рукоять, необузданная сила меча сбивает ее с ног. Нера, увидев это, стал переживать, что она сейчас рассердится. Но волнение оказалось напрасным. Ника отряхнулась и с улыбкой сказала, что Красная Королева хоть и очень шумная, но милашка. Нера полагал, что он теперь в долгу перед Николетой и решает пойти ей навстречу, показав документы Ордена. Эта новость заставила ее улыбку растянуться от уха до уха. И теперь, с ее позволения, ему можно называть ее Ника. Глава заканчивается тем, что Нера думает о человеке, который убил ее отца. О Данте.